Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анапчанин Олег Чен стал победителем чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Об этих и других событиях подробнее. Анапа второй день сотрясает порывы сильного шквалистого ветра. Коммунальные предприятия и службы по саночистке и благоустройству города работают практически в круглосуточном режиме. Упавшие на проезжую часть деревья, обломанные ветки, снесенные заборы из металлопрофиля, вывозят с помощью спецтехники. Застройщики подсчитывают убытки снесенных крыш, заборов и фасадов. Вадим Родина ценил масштабы разрушений. Ураган по силе ветра нисколько не уступает тому, что бушевал на курорте около месяца назад. Но, судя по разрушениям, в разы его превосходит. Больше всего, конечно, пострадали высокие здания на открытой местности. Вот эта новостройка на въезде в город напрочь лишилась крыши. Теперь ее пытаются выловить из речка Анапки рабочие. Кругом разбросаны остатки утеплителя и фронтонные части кровли. Похожая ситуация и на улице Кирова. Девятиэтажка с видом на море оказалась слишком высокой, чтобы выдержать такой шквал воздушных масс. Результат разгула стихии почивает теперь на крыше соседнего частного дома, сильно повредив кровлю и стоявший рядом автомобиль. Ветер дует с невероятной силой, однако строительство не прекращается, идет отделка фасада. А вот новенький фасад девятиэтажки на улице Первомайская ветром разорван в клочья. Легкие его части разнесло по двору. Социальные объекты не пострадали. Множественные порывы линий электропередач оперативно устранены. На вчерашний день работало 17 бригад по районным распределительным сетям. Было повреждено порядков 18 линейных объектов 6-10 кВт. По городу было порядков около 12 линейных отключений. И одно отключение перешло в ночь на сегодняшнее утро. По районным сетям осталось порядков около 40 заявок и один линейный объект мощностью 10 кВт. Упавших деревьев десятки по приблизительным подсчетам около 90 штук, не считая мелких и крупных веток на городских улицах. Упавшее вечером дерево на улице Терская зацепило два автомобиля. Прибывшая аварийная бригада в считанные минуты освободила проезд. За ночь улицу Терскую снова завалило буреломом. На Пионерском проспекте ветер, разогнавшись над лиманом, набрал такую силу, что смог с корнем вырвать огромную сосну. До 17.00 планировалось полностью очистить курорт от последствий. Но ветер после обеда, несмотря на прогноз синоптиков, так и не стих. В данный момент все службы жизнебеспечения санитарной уборки полностью вывозят поваленные деревья, ветки, вывозят мусор, потому что очень много намело тех же самых пакетов. Мы видим, что море волнения доходит до 3-4 баллов, очень много выбросов. Соответственно, все приводит в нормальную систему функционирования. По данным главного метеоцентра Краснодарского края, к 8 часам вечера ветер утихнет до 80 метров в секунду. Вадим Родин, Анапа-регион. Общедомовые приборы нового поколения помогут сэкономить на тарифах ЖКХ. Для этого жильца многоквартирных домов, которых в Анапе 472, нужно сменить старые общедомовые приборы на новые. Включиться в работу должны и управляющие компании. Об этом на совещании говорил заместитель главы Алексей Харитонов. О том, какие изменения и в какой срок должны произойти, смотрите в сюжете. Три года назад вышел закон, в котором регламентировано установить общедомовые приборы в многоквартирных жилых домах. На деле же собственники квартир закон исполняет плохо. Необходимо во всех многоквартирных жилых домах в срок до 1 июня 2013 года установить общедомовые коллективные приборы учета потребления электроэнергии, холодной, горячей воды и тепла. Приборы учета могут установить управляющие компании, ТСЖ, ЖСК или сами собственники. Вместе с тем, платить за них обязаны сами жильцы. Отказаться от установки приборов они не могут. Если собственники добровольно не захотят оплатить приборы учета, то поставщики коммунальных услуг взыщут эти деньги через суд. В случае несоблюдения требований, предусмотренных законодательством, возможно привлечение к административной ответственности управляющих компаний, товарищей, собственников жилья. Чтобы уменьшить расходы на ЖКХ, достаточно купить счетчик нового поколения. Именно такие приборы оснащены системой день-ночь. Днем дорого, ночью гораздо дешевле. Несмотря на это, в Анаве процент оснащенности приборами крайне низкий. По приборам учета на холодную воду 71%. По горячей воде 39%, по электроэнергии 28% и по теплу 36%. По словам чиновников, управляющие компанией жилищной кооперативы обязаны раскрывать информацию о своей деятельности путем публикации на сайте ЖКХ. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. Европу покорила напчанин Олег Чен. В Албании 14 апреля завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Россияне стали первыми в неофициальном медальном зачете. Завоевав 8 золотых медалей из 15 возможных. В числе чемпионов Олег Чен. Сегодня утром спортсмен вернулся на родину. Встречали тяжелоатлета сотрудники администрации города, воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 4, где тренируется Олег, и наша съемочная группа. Мастера спорта международного класса встречали в аэропорту города Краснодара. Сегодня у нас знаменательное событие в городе. Наш представитель города Куршаков на впервые стал чемпионом Европы по олимпийскому виду спорта тяжелой атлетики. Благодаря ему наш город теперь знают во всем мире. Вспышки фотоаппаратов, пресса и шумная толпа друзей немного выбили атлета из колеи. Такого приема Олег не ожидал. На предыдущем чемпионате Европы Олег Чен получил нулевую оценку. Из-за травмы не попал в состав сборной на Олимпийские игры. После провального сезона 2012 штангист поставил себе четкую задачу. На этот раз выиграть золото. И тяжелоатлет сумел добиться желаемого. Олег стал победителем весовой категории до 69 килограмм. Лучший результат среди всех участников турнира Чен показал, когда поднял штангу в рывке 155 килограмм, плюс 176 в толчке. В сумме двух упражнений он показал результат 331 килограмм, обойдя азербайджанца Сардара Хасанова на 5 килограмм. Личный тренер Олега отметил, что они смогли добиться намеченных целей. Кроме того, наш земляк – один из самых перспективных спортсменов сборной страны. Он первый номер сборной России. Парень сделал все, что от него требовалось. Молодец. Ну, у нас олимпийский цикл впереди. Будем готовиться сейчас к чемпионату мира, который будет в октябре в Польше. Надеюсь, все должно быть нормально. Такую же задачу ставит перед собой и Олег Чен. После сборов, соревнований и утомительных перелетов 24-летний спортсмен отдыхать не намерен. Тренировки начнутся уже завтра. Анна Жигалова, Андрей Стародубцев. Анапа. Регион. Международный хореографический конкурс «Берег талантов» впервые посетит 1300 участников. Именно столько заявок насчитали организаторы конкурса «Всероссийское фестивальное движение «Территория талантов». Торжественное открытие состоялось в городском театре. Юные таланты прибыли в гостеприимную Анапу со всех регионов России и ближнего зарубежья. Запорожье, Киева, Москвы, Улан-Удэ, Уссурийска и других городов. В этом году на конкурсе выступят 60 хореографических коллективов. Семь из них представила Анапа. «Даймонд», «Вдохновение», «Онтариус», «Конфетти», «Молодость», «Сити Джаз». Им есть что показать. Конкурс завершится галоконцертом в городском театре и вручением Гран-при 20 апреля. А после короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Реклама пройдет на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В четверг, 18 апреля, в Анапе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 12-14 градусов по Цельсию, ночью до плюс 9 со знаком «плюс». Ветер переменный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 11 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.